Полные лопаты, снега и льда. Сегодня эта бригада вычищает уже вторую крышу от завалов. Работа не из легких, снег еще можно просто скинуть, но вот лед только долбить. Вот снизу, где вода, где снег накапливается, вот там мы долбим. Где сосульки намерзают. Упади такое на человека не миновать трагедии, поэтому всех предупреждают заранее. Работы на крыше, двор должен быть пустым. Только не до всех получается докричаться и на произвол судьбы остаются машины. Возможно человек в отъезде и к сожалению, мы вынуждены данный участок оставить на данный момент пока прежним. Только дворы сегодня должны быть как и до снегопада. На этом настаивают власти города. С начала декабря из-за срыва сроков по очистке крыш в Казани привлекали к ответственности больше 130 раз. А с потеплением и вовсе придется работать на опережение. Очистка крыш, вывоз снега, поэтому расслабляться нам точно не придется. Предупреждение не рождается на пустом месте. Как бы пусто сейчас этот двор не выглядел. Ведь минимум, чем может поплатиться водитель за свое безразличие, оставив машину здесь, когда с крыш очищают снег, это косметическим ремонтом. Или как вот в этом случае на Обжалилово, уже капитальным. Беды обрушились, как снег на голову и глыбы льда с козырька дома буквально прошила Тойоту. Вероятно, этого бы не случилось, если бы крышу почистили вовремя. Или если хозяин авто не парковался там, где не положено. Здесь снег не формируется. Здесь, видите, теплотрасса. Снег автоматически тает. Местные жители просто в наглую ставят машины. Хотя здесь, как видите, постоянно табличка веществу. Возможно, сход снега. Предупреждены, но не вооружены. Пока Тойота ждет капремонта, местные жители ищут новые маршруты, чтобы уже им не оказаться под снегом. По данным госреестров, эта высотка не закреплена ни за одной управляющей компанией. Поэтому будут ли здесь чистить крышу или подождут, когда само растает, решают ее владельцы. А их пока никто найти не может. Рамиль Шайдулин, Рамдиль Гарипов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова